Осенью прошлого года мы вас познакомили с необычным объектом. Во-первых, это огромная фотостудия. Во-вторых, ремонт в ней выполняет сам хозяин, он же по совместительству и фотограф. Так вот, сегодня возвращаемся туда посмотреть, как там дела. Это Проремонт. Всем привет! Мы начинаем. И вот небольшой анонс на сегодня. Шкафно-мебельная рубрика. Отправимся в Нарнию с Герой Грицук. Далее мы отправим девушку выбирать сантехнику. В то же время другая представительница прекрасного пола расскажет о том, как выбирать утеплитель. А прямо сейчас мы выясним, какая она кухня мечты. Кухня для женщины – это особое место, где она может воплощать в жизнь свои самые смелые кулинарные мысли. Очень важно, чтобы на этой кухне хотелось творить, чтобы каждая ее деталь мотивировала на новые победы. Обладательницей именно такой кухни является юная Ольга. Ей повезло. При заказе кухни ее услышали и создали проект, отвечающий всем ее требованиям. Я хотела сушилку снизу, они ее установили. Также врезали мне варочную панель, раковину и вытяжку. Также я хотела алюминиевые ручки профиль. Они учли мое пожелание и установили их. И дизайнер, чтобы все было в едином стиле, предложил алюминиевый цоколь снизу. Давайте рассмотрим данную кухню более подробно. Материал, из которого она изготовлена – МДФ, покрытый белой пленкой ПВХ. Данный материал неприхотлив в уходе, он смотрится стильно и лаконично. Отличительная черта данной кухни – это отсутствие ручек. Шкафы открываются без них. Изготовили дизайн-проект, согласовали мы за три дня. Изготовили мебель за три недели и за один день установили. Все за собой убрали, протерли. Старайтесь обращаться к компаниям с полным циклом производства. Таким образом вы обезопасите себя от непредвиденных трат, поскольку все необходимые элементы и детали будут без наценок. Старайтесь внимательно ознакомиться с выставочными образцами, чтобы воочию увидеть то, из каких материалов будет состоять ваша будущая мебель. Современное производство предлагает огромное количество расцветок, материалов и декоративных элементов. Если же вы хотите установить мебель, которая будет явно выделяться, тогда познакомьтесь поближе с патиной. Суть в том, что фасад покрывается золотой краской, после чего определенная ее часть удаляется. Таким образом золотая краска остается в нужных местах. Смотрятся такие элементы очень эффектно. К тому же вместо золотого могут быть и другие цвета. Когда мы впервые здесь побывали, это помещение выглядело примерно так. Работы предстояло много, а рабочих рук катастрофически не хватало. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Привет, Саша. Привет. Рассказывай, на какой стадии находится ремонт, что уже удалось воплотить из задуманного? Ну, в принципе, уже большая часть готова. То есть самое главное, самое основное, то есть как бы вот этот вот зал. А сделано уже, ну, ориентировочно может быть зон 5-6, то есть как бы вот у нас получается одна передвижная зона. Что в планах здесь делать дальше? В планах, ну, работы еще хватает, достаточно хватает работы. То есть надо сделать пол, ну, имитацию пола, деревянного пола. Будет отдельный зал с циклорамой, то есть он будет тоже делаться, доводиться дома. Но пока там еще начата работа, то есть нужно еще заканчивать, там работы хватает. Ну, немного тогда мелочей и деталей. Сколько потрачено дней, сил, энергии, денег, материалов? Слушай, это, наверное, не честь. Потому что, ну, на самом деле, планировалось, ну, конечно, хотелось всегда это сделать, но быстрее. Поначалу думал, ну, может быть, там, там, недельки две там уйдет, я уже все это сделал. Ну, нет, конечно, это не так. А ушло не две недели, ушло два месяца. Очень много затрачено сил, средств. Герой нашей программы – парень рукастый. Сам все придумал, выбрал, привез, сделал. И вот теперь сам работает в этой замечательной студии. А в следующей рубрике мы отправили девушку выбирать сантехнику. Предлагаю посмотреть, как она справилась с этим заданием. Когда у обладателей новых квартир проходит эйфория от весомой покупки, начинается непростой, но приятный этап обустройства будущего жилья. Наша сегодняшняя героиня Наталья столкнулась с проблемой выбора всей необходимой сантехники в свою новую черновую квартиру. В этом случае на помощь приходят специалисты. Во-первых, ремонт начинается с труб. Начнем с канализационных трубы различного диаметра, то есть 110, 50, 40, 32 и также различные отводы разных, разного градуса и тройнички заглушки, манжеты, переходнички. В зависимости от того, какая у вас квартира, какая площадь, вам можно подобрать трубы. При покупке сантехники в новое жилье не нужно экономить. Вы же не захотите убирать новую плитку в ванной комнате для того, чтобы заменить дешевую трубу. Лучше внимательнее слушать советы специалистов и искать магазины, где имеются скидки. Мебель, как правило, выбирает по цвету, по габаритам и, соответственно, по цене и по производителю. При выборе мебели в ванну обратите внимание на то, чтобы она гармонировала с вашим интерьером. Я бы посоветовал вам обратить внимание на инсталляцию. Инсталляция монтируется в стену. Унитаз висит на стене, соответственно, вы можете легко помыть пол под унитазом. И он занимает очень мало места в ванной комнате. При выборе смесителя обратите внимание на гарантию, которую дает вам производитель. Также обратите внимание на материал, из которого сделан корпус смесителя. Лучший материал для корпуса – это латунь. Соответственно, если какой-то другой металл, например, силумин, лучше его не брать. При выборе смесителя на кухню обратите внимание на оригинальные модели. Например, у этой модели вытягивается лейка, а вот у этой модели гнется гусак. Таким образом, Наталья подобрала всю сантехнику и при этом сэкономила. Для тех, кому интересен подобный проект, кто хочет знать больше о цифрах, скажем так. Ремонт здесь выполнен на 40%, а затраты давно перевалили за 100 тысяч рублей. Скорее, эта цифра уже ближе к 200. То есть, насколько я понимаю, здесь уже твоя основная работа проходит, как фотограф, ты себя здесь реализуешь. Ну да, поскольку уже основные зоны готовы, можно работать. Соответственно, проходят съемки буквально вот в эту субботу уже. Очень крутой сет будет. Будет грим, будет полное изменение как бы образа человека. Вот, но все остальное, я думаю, уже увидите потом. Саш, мы подготовили для тебя небольшую подставу. Предлагаем затестировать эту фотостудию, небольшой короткий фотосет провести. Ты готов? Всегда готов. Тогда наша сегодняшняя модель, коллега моя, Дарья Мальцева. Все-таки фотография – это искусство. Наблюдать за этим процессом можно вечно. И ради такого, конечно же, затевать ремонт стоило. Да, не будем забывать, что мы программа про ремонт, а поэтому уделим время, например, какому-нибудь утеплителю. Слово Алине Мозговой. В такое неустойчивое время года в тепле нуждаемся не только мы, но и наши дома. И первый утеплитель, которому следует уделить особое внимание – это Shelter EcoStroy. Он является самым безопасным, поскольку состоит из органических волокон без использования клея и других вредных веществ, содержащих фенол. Особая структура волокон этого утеплителя препятствует проникновению в него грызунов. Они не вьют там гнезда, что надолго сохраняет целостность материала. А еще этот материал не чешется и не колется. Отсутствует опасность раздражения кожи или слизистых. А значит, при монтаже вы можете не использовать средства индивидуальной защиты. И еще один неоспоримый плюс. Вы только представьте! В отличие от традиционных утеплителей, Shelter EcoStroy не подвержен старению. Он не имеет срока годности, и вы легко можете его демонтировать и использовать как утеплитель в других строениях. Кстати, о применении. На съемке этой рубрики мы встретили нашего старого знакомого пеноплекса. Яркий оранжевый материал уже снимался в нашей программе. Разберемся и в его характеристиках подробнее. Огромный плюс пеноплекса заключается в том, что он относится к труднозгораемым, слабогорючим материалам с высокой дымообразующей способностью. В производственном процессе материала исключается выделение токсичных или вредных веществ в окружающую среду. Утеплитель абсолютно экологически чист. Основными техническими характеристиками пеноплекса является низкая теплопроводность и паропроницаемость, абсолютная неподверженность к биологической коррозии, распространению различных грибков и плесени. Ну и как вы сами можете заметить, с монтажом этого утеплителя справится любой, даже Андрей. Низкий коэффициент теплопроводности и малая водопоглощаемость делают этот материал абсолютно незаменимым при строительстве кровель, перегородок, балконов, подвалов и многих других помещений. Я напоминаю, находимся мы в фотостудии, где параллельно проводится и ремонт, и та самая работа, для которой предназначено это помещение. Прямо сейчас мы покажем результат нашей экспресс-фотосессии, а после этого Гера Грицук расскажет о мире мебели и роли стекла в интерьере. Шкафы купе ворвались в наши квартиры, хотя, казалось бы, еще 20 лет назад мало в каком доме можно было представить вот такую вот роскошь. Ну а сегодня мы узнаем, как все-таки устанавливаются двери в шкаф-купе, и, возможно, при должной подготовке когда-нибудь вы сможете сделать это сами. Ну а пока доверимся профессионалам и посмотрим. Шкаф-купе можно смело отнести к одним из самых функциональных предметов мебели. Очень вместительный, со множеством вариантов дизайна, он прекрасно вписывается в любое помещение, а для небольших квартир это просто находка. Мужики, а что самое главное в установке дверей и шкафов-купе? Ну, нюансов много, но самое главное, чтобы никто не мешал. Записывайте. Наиболее ответственная часть работы – установка дверей. Ставить на место их можно только после полной сборки шкафа. Его дверцы должны располагаться идеально ровно. От этого зависит вся работоспособность конструкции. Перед монтажом раздвижной системы своими руками выровняйте поверхность пола и потолок. Установлено и проверено проремонтом. Мы плавно переходим в самое вкусное место квартиры – на кухню. Здесь мы будем устанавливать стеклянный фартук. Казалось бы, все очень просто, но мы советуем не слушать внутренний голос, который так убедительно говорит. Сожги инструкцию, ни в коем случае не звони специалистам и сделай все сам. Ты же мастер на все руки, вон какую-то табуретку собрал. Стекло – отличная альтернатива керамической плитке и другим материалам, которые традиционно используют для отделки фартука, то есть участка стены над рабочей зоной кухни. Это один из самых экологичных и гигиеничных отделочных материалов. Стеклянный фартук не боится влаги и пара, не впитывает грязь и жир, легко моется и выглядит невероятно эффектно. Как правильно выбрать фартук для кухни из стекла? Обычно толщина стекла для кухонного фартука составляет 6 или 8 миллиметров, в первую очередь из соображений безопасности, долговечности и надежности. Коляное стекло в 5 раз прочнее обычного. Помимо прочего, подобрать любой рисунок сможете вы сами. И помните, атмосфера, созданная на кухне в мелочах, должна располагать к хорошему настроению и желанию творить. Фартук – не исключение. Как минимум в двух помещениях фотостудии ремонт еще не выполнен, а значит мы обязательно вернемся на этот объект, хотя бы для того, чтобы посмотреть, каким будет результат. Это была программа «Про ремонт». Если вы хотите нас смотреть в интернете, вот ссылочка на нашу группу ВКонтакте. На сегодня это все. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!